Здарова танкисты, с вами Slim, с 17 по 31 марта в World of Tanks. На консолях вас ждет акция «Цель захвачена» на ветку шведских средних танков во главе с Judas 15-16. 9 танков из этой ветки в указанный период будут продаваться со скидкой, это значит при прокачке вы сможете неплохо сэкономить свое серебро. Также в период акции, просто играя на этих машинах, благодаря тому, что в каждом бою вы будете получать на 25% больше боевого опыта, получить в свой ангар новую шведскую десятку вы сможете гораздо быстрее. С 1 до 4 уровня этой ветки вы будете играть на легких танках, с 4 по 10 это будут СТ. Начиная с 8 уровня у всех шведских СТ есть одна уникальная особенность, это гидропневматическая подвеска, благодаря чему эти танки могут менять угол наклона корпуса, добавляя себе углов вертикальной наводки. В отличие от шведских ПТ-САУ, на СТ-шках подвеска работает автоматически. СТРВ М38, шведский легкий танк 2 уровня. Абсолютно картонный легкий танк с максимальной скоростью 45 км в час. С разовым уроном в 40 единиц и перезарядкой более 2 секунд, вам не стоит на этом танке играть агрессивно. Танк имеет слабую огневую мощь, поэтому старайтесь фокусировать свой огонь союзным. Благодаря своей скорости старайтесь избегать противостояний 1 на 1 против пулеметных барабанщиков и фугасных орудий. С вашей картонной броней вы впитаете все в себя и 100% уйдете в ангар раньше. СТРВ М40Л, шведский легкий танк 3 уровня. Тут ситуация не поменялась. Танк является точной копией предшественника. Понятное дело, что на 3 уровне он получил иные характеристики в плане бронепробития, обзора и запаса прочности. Но с его максимальной скоростью и огневой мощью нам остается все та же роль разведчика и танка поддержки. Кстати, уже на низких уровнях шведские танки имеют отличные углы вертикальной наводки, благодаря чему они весьма эффективны при игре с высоты или просто отыгрывая от рельефа. Лага. Шведский средний танк 4 уровня. В отличии от предыдущих ЛТ, этот танк стал более громоздкий. Но, к сожалению, шведская картонность от него никуда не ушла. При выборе топовых орудий рекомендую отказаться на этом танке от 75-мм пушки, которая имеет высокую альфу, как для своего уровня, в 110 единиц. Имея долгую перезарядку, более слабое бронепробитие и, соответственно, очень сильно уступающее в плане точности и времени сведения, как по мне, с этим стволом вы просто снизите свою эффективность и замедлите свою прокачку. С 57-мм орудием, с альфой 75 единиц, наш лага больше похож на ЛТшек предшественников. Это типичный танк поддержки, а вот с ролью разведчика на 4 уровне нам точно придется попрощаться из-за больших размеров и, соответственно, просевшей маскировки. СТРВ М42, шведский средний танк 5 уровня. Среди одноклассников танк выделяется более высоким разовым уроном в 150 единиц и орудием с рекордными углами вертикальной наводки, угол склонения минус 15 градусов. Как это уже принято, для шведских средних танков танк не имеет рекордной максимальной скорости. Для своего уровня она достаточно скромна и составляет всего лишь 45 км в час. Помимо этого, танк, как и предыдущий и последующий, картонный. Также наша абсолютная шведская картонность будет нас преследовать вплоть до 10 уровня. Из-за нашего более высокого разового урона танк получил очень долгую перезарядку, поэтому одноуровневая техника очень часто нас переигрывает по скорострельности. Привычное дело, когда вы стрельнете всего лишь один раз, а враг успеет вам ответить дважды или трижды. Поэтому на этом танке, учитывая нашу картонность, не стоит стремиться на первую линию. В идеале играть вообще от какого-нибудь укрытия. При этом не забывайте, что танк имеет не лучшие показатели в плане точности и времени сведения, поэтому не стоит его превращать в ПТ, стреляя весь бой через всю карту. СТРВ-74 это шведский средний танк 6 уровня. После пятерки в плане геймплея на этом левеле вы не получите ничего нового. В сравнении с пятым уровнем, наше орудие получило более быстрое время сведения, меньшую перезарядку и соответственно более высокий урон в минуту. Но перестрелять в открытом поле одноклассников для нас также проблематично. Осторожная игра от укрытий, все-таки это наш конек. Слабое бронирование и до боли знакомые 45 км в час на этом танке никуда не делись. Более того, танк получил башню достаточно большого размера. С учетом ее картонности и в целом достаточно высокого силуэта танка, играть от рельефа на танке станет сложнее. На седьмом уровне нас ждет немного выбивающаяся из ветки машина, которая называется Лео. Непривычная для шведов максимальная скорость в 60 км в час. Среди одноклассников рекордный разовый урон в 300 единиц, за что приходится расплачиваться долгой перезарядкой, а с учетом того, что у нас разброс 0.42 и время сведения целых 3 секунды, при стоячем танке на любых дистанциях стрельбу на Лео комфортной точно не назовешь. Стоит не забывать, что у Лео есть альтернативная пушка из предыдущего танка, но учитывая, что мы уже играем с девятками, на этой пушке чаще придется стрелять голдой. Зато с этой скорострельной и более точной пушкой Лео превращается в более привычного нам светляка. Танк получил корпус компактных размеров, но при этом наделен достаточно большой громоздкой башней, поэтому даже на скорости попасть врагу по Лео не составит труда. В плане бронирования есть стабильность, все без изменений, типичный шведский картон. ЮДОС-14АЛЬТ-5 это новый шведский средний танк 8 уровня. Это первый танк ветки шведских СТ, на котором вы сможете познакомиться с новой механикой гидропневматической подвески, которая в отличие от ветки шведских ПТСАУ работает автоматически. Когда ваш танк стоит на месте или двигается со скоростью до 10 км в час, благодаря подвеске с помощью наклона корпуса танка вы сможете получить дополнительные углы вертикальной наводки. Если во время работы подвески танк начнет движение с большей скоростью, чем 10 км в час, то подвеска перестанет работать и, соответственно, корпус танка примет стандартное положение. Из-за новой подвески корпус танка имеет непривычную амортизацию, что очень заметно при движении по кочкам и всяким неровным поверхностям, и даже при полной остановке при сильной раскачке танк приходит в себя не сразу, и игрок может увидеть, как в это время скачет его прицел. Также стоит обратить внимание на то, что наша подвеска наклоняется вперед и назад, а это значит, что наши рекордные углы вертикальной наводки у нас есть не по всему радиусу. Поэтому на каждом из юдусов, вне зависимости от уровня танка, вы будете чувствовать нехватку углов вертикальной наводки, стреляя, например, через свой борт. Что касаемо нашего восьмого уровня, то он начинает нас знакомить с тем геймплеем, который приблизительно нас ждет на десятке. Наш средний танк получил орудие с высоким разом урона в 360 единиц. Отличная маскировка и топовый обзор для своего уровня. Наша максимальная скорость 55 км в час приходится нам для занятия важных прострельных позиций. Ведь из-за нашей долгой перезарядки и слабого бронирования, Юдус не чувствует себя комфортно при игре в ближнем бою. А с нашим разбросом, временем сведения и скоростью полета снарядов, снайперить через всю карту можно себе во вред. Поэтому на Юдусе 14 Альт-5 придется чаще всего довольствоваться позиционной игрой на средних дистанциях или использовать тактику танка поддержки. Благодаря нашему невысокому силуэту, танк легко спрятать за рельефом даже небольших размеров, что делает нас неудобной мишенью и заставляет часто ошибаться врага. Юдус 16, шведский средний танк 9 уровня. В сравнении с восьмеркой танк по характеристикам реально преобразился, а внешне больше стал похож уже на десятку. Наше орудие стало точнее, а разовый урон увеличился до 390 единиц. На башне и корпусе есть отличные наклоны, но из-за нашей тонкой брони танк по-прежнему практически не танкует. Из-за того, что наш танк с задним расположением башни, угол вклонения орудия всего лишь минус 5 градусов. В нашей игре это очень некомфортно. Но стоит не забывать, что это базовое значение, и для комфортной игры на этом танке вам часто придется прибегать к использованию нашей волшебной подвески. Юдус 15-16, средний танк 10 уровня Швеции. На восьмом и девятом уровне наша подвеска переставала работать, если машина набирала скорость больше 10 км в час. На десятом уровне эта скорость стала гораздо больше и составляет 23 км в час. Низкий силуэт танка дает нам топовую маскировку, радует, что и появилась наконец-то хоть какая-то броня. 100 мм брони во лбу башни под диким наклоном, все-таки позволяют нам порой ловить непробитие, или танкануть вашим ВЛД, который плавно переходит в крышу корпуса. Все же немного радует, что наши картонные борта закрывают экраны. Они в сочетании с гуслями порой неплохо спасают нас от фугасов. Но все же злоупотреблять танкованием на этом танке точно не стоит. Танк продолжает идеологию ветки СТ-шки Альфача и имеет разовый урон в 440 единиц. Базовым снарядом является подкалибер с бронепробитием в 254 мм. К сожалению, для ЮДОС-15-16 наш базовый снаряд имеет невысокую скорость полета снарядов, как для подкалибера. Поэтому не забывайте про упреждения, стреляя с дальних и средних дистанций. Голдовым снарядом является аккумулятив с бронепробитием в 310. Наша десятка среди СТ имеет топовую маскировку, но проблема в том, что наш обзор не менялся со времен 8 уровня. На 8, 9 и 10 уровнях в СТ Швеции он равен все тем же 390 метрам. Если для 8 и 9 уровня такой обзор это норма, то для СТ-10 не так уж и много, потому что в боях у нас будут часто встречаться одноклассники, у которых обзор если не 410, то 400. Хоть нас и будет очень тяжело обнаружить, своевременно подсветить врага, дабы стрельнуть в него не засветившись, нам будет проблематично. За исключением ситуации, когда на вашем фланге у врага не будет глазастых танков. ЮДЭС-15-16 танк, который любит осторожную игру. Он комфортно себя чувствует, когда не находится в свете. Вашей максималке 50 км в час более чем достаточно, чтобы вовремя занимать прострельные позиции или же своевременно отступать и держать врага на дистанции. Помните про вашу долгую перезарядку и достаточно картонную броню, поэтому не спешите в гущу событий на первую линию. Старайтесь избегать движения по неровным поверхностям и следите за рельефом, на котором стоит танк во время стрельбы. Танкисты, а у меня на этом все. Приятной прокачки, удачи в боях, пока!